МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Признали вину и попросили прощения. В Ростове-Великом задержали мужчин, избивших участника специальной военной операции. Смотрите также в выпуске. Несколько мешков мусора за час дружной работы. Десятки жителей Ярославля устроили внеплановый чистый четверг в Петропавловском парке. Оттолкнулись от негатива. Холодно, тесно, без растений. В областном центре магистранты ЯГТУ презентовали свои школьные проекты. В филармонии звучал весенний блюз. Здесь и Стиви Вандер, и Джордж Бенсон, и Гэри Мур только в интерпретации ярославских музыкантов. Жители Рыбинска просят о помощи. Не себе птице. В Корякинском парке одному из двух лебедей срочно нужен ветеринар. Назвал игру хорошей и результативной. Главный тренер ярославской молодежки прокомментировал первую победу Лока в битве за кубок. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Илья Барабанов. Здравствуйте вместе со мной о главном в регионе корреспонденте городского телеканала. Это, как всегда, прямой эфир из Вознесенских. В Ростове задержали подозреваемых в избиении участника специальной военной операции. Он с женой возвращался на такси с дня рождения и стал свидетелем драки в центре города, когда неизвестно избивали прохожих. Мужчина вышел из такси, чтобы разрешить ситуацию, но сам оказался объектом нападения. Его били ногами по голове, даже когда потерял сознание. С тяжелыми травмами ростовчанина госпитализировали. Об этом рассказывали накануне главные телевизионные новости. Оперативные мероприятия провели сотрудники центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Ярославской области и ростовские полицейские. В итоге задержаны двое мужчин 20 и 23 лет. Свою вину они признали и попросили прощения у потерпевшего и его семьи. Тем не менее возбуждено уголовное дело. К другим информационным поводам четверга десятки жителей Ярославля вышли сегодня на уборку Петропавловского парка. Общественники, представители различных организаций, управляющих компаний с помощью граблей, лопат, метел собрали мусор. Помогала и техника, которую предоставили коммунальные службы Красноперекопского района. Как результат, территория вокруг центрального пруда стала намного чище. Александр Захаров убедился. Вооружившись мешками, граблями и лопатами, люди вышли на весеннюю уборку Петропавловского парка. Территорию определили в районе центрального пруда, который у всех на виду и где чаще всего гуляют люди. А, соответственно, случайного мусора там больше. Впрочем, оптимизму у активистов от этого не убавилось. Дело-то хорошее дело. Поэтому я считаю, что все, что делается, все получится помочь родному городу, родному району. Я думаю, святая обязанность каждого. Тяжеловато. Конечно, мусора много, но мы нас много. Мы уберем, поможем городу. Помимо ручного труда, на уборке территории применялась техника. Был организован вывоз мусора. На призыв депутатов облдумы к импровизированному субботнику откликнулись организации района. Мы делаем упор не только на сбор случайного мусора. Мы также будем убирать деревья, которые повалены, проводить небольшую санитарную расчистку территорию. Важная работа, которая проводится в рамках субботника, это очистка водопропускных труб между каскадами Петропавловских прудов. Как мы видим, они периодически засоряются. И крайне необходимо их очистить от мусора, чтобы вода спокойно уходила дальше. Сегодня Петропавловский парк участвует в голосовании на благоустройство общественных территорий в 2025 году. По результатам он лидирует. В случае побед будет проведено его обновление в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. А потому, по мнению народных избранников, необходимо привести парк в порядок. Вообще Петропавловский парк – это жемчужина Ярославской области. Они повысят этого слова. С каждым годом люди меньше стали сорить. То, что мы сейчас видим, раньше было мусора достаточно. То, что каждый год проводим субботники, не приходит это бесследно. Проголосовать за Петропавловский парк можно вплоть до 30 апреля. Стоит отметить, что эта территория очень живописная и требует внимания жителей, требует благоустройства. Это тихая, красивая зона, которая должна приобрести свой законченный вид, иметь определенные зоны отдыха. 20 апреля в парке пройдет масштабный субботник. Принять в нем участие может каждый желающий. Александр Сахаров, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. И в продолжении темы. Жители Ярославля приглашают на генеральную уборку города. Она назначена на субботу. Областную столицу, тем не менее, приводят в порядок и сейчас. Убирают прежде всего общественные территории граблями и метлами. Поработали уже на Стрелке, Первомайском бульваре, скверах на площади Труда, территорию часовни Александра Невского и других. Собрано и вывезено 670 кубических метров листвы. В субботу принять участие в наведении порядка в городе приглашают всех ярославцев, при этом районная администрация готова обеспечить участников необходимым инвентарем. Все территории будут обозначены. У нас в субботнике принимают активное участие территориальная администрация, управляющие компании, жители выходят, наводят порядок на своих придомовых территориях. По времени с 9 утра до часу дня, с суббота. Чтобы принять участие в общегородском субботнике, необходимо обратиться в районную администрацию. Там примут заявку и определят дату вывоза мусора из той геолокации, которую горожане вызвались убирать. Ярославцы жалуются на высокие бордюры на остановке площадь Труда. Недавно установленные каменные ограждения затрудняют вход и выход из общественного транспорта. Особенно тяжело пожилым. Они с трудом перешагивают бордюрный камень. Тем более, что сейчас тротуар частично разобран. Поэтому от остановки до автобуса приходится преодолевать настоящую полосу препятствий. Сейчас на улице Свободы идут строительно-монтажные работы. После окончательной установки бордюров начнется в устройство тротуара. Его приподнимут до высоты ограждения на 5 сантиметров. За счет второго слоя асфальта на магистрали вырастет и дорожное покрытие. Так что неудобство временное. В районе остановок риска будет чуть ниже. Потому что по правилам безопасности высота бордюрного камня в кармане автобусном 20 сантиметров. Это в первую очередь нужно для безопасности пассажиров, чтобы автотранспорт не смог случайно заскочить на саму остановку. Студенты Ярославского технического университета защищали проект преобразования школьного пространства. Повезло 86-му лицею. Идеи магистрантов кафедры вуза лягут в основу дизайна. Авторы плотно общались с учительским сообществом, родителями, школьниками. Учитывая пожелания, составили проекты для будущего преображения. Марина Смарагдова увидела, что получилось в итоге. Школа мечты предназначена для того, чтобы ученики мечтали о школе. Чтобы она стала местом, с которым не хочется расставаться. Магистранты технического вуза взяли за основу природу. И трансформировали ее в формы и образы для школьных коридоров и классов. В школах не хватает тихих зон и не хватает универсальных кабинетов, чтобы не было привязки к определенному кабинету определенного учителя. То, что можно спокойно взять свободный кабинет и начать работать. Все для этого там будет подготовлена и универсальность. Авторы ушли от привычного класса, где есть стол учителя, рабочие места учеников. И прежде они собрали мнение о том, что пора исправить. И получили ответы. Холодно, тесно, неудобно, нет растений, некрасивый цвет. Это и стало точкой опоры для фантазии архитекторов. Это 86-й лицей, здание которого сейчас встает под капитальный ремонт. И, соответственно, есть возможность действительно реализовать те задумки, которые ребята предложили. Это эргономика пространства, это цветовые паспорта. То есть мы понимаем, что школьные стены не переделать, это не новое здание, которое строится. Но даже в тех стенах, которые есть, можно делать очень интересно, функционально и красиво. Проект «Школы мечты» в Ярославской области реализуется впервые. Хотя еще 4 года назад студенты политеха уже сотрудничали со школами, создавая дизайнерские решения. У нас осуществляется капитальный ремонт школы. И каждая школа, ну, как-то видит себя по-своему, хотя есть федеральные рекомендации о том, как можно было сделать какие-то уголки специально, продвижение первых. Места должны быть оформлены, в которых размещены государственные символы и так далее. Но в целом каждая школа как-то сама выбирает из того, что может сделать. Лидер федерального проекта Наталья Кравченко пригласила авторов проекта на конкурс, который объявлен буквально вчера. На общей платформе будет Султенбанк «Практик», которым смогут воспользоваться школы всей страны. Ребята талантливые, профессиональные, подготовка у них будет очень хорошая. И мы со своей стороны будем продолжать с федерального центра давать возможность для профессионального развития. Программа капитального ремонта школ продлена до 30-го года. А это значит привлечение студентов к решению социально значимых задач продолжится. Польза, прочность, удобство – это главные принципы, которыми руководствовались авторы проекта. Он может стать модульным для последующих ремонтов в школах Ярославля. Марина Смарадова, Денис Кауров, Главные телевизионные новости. Сегодня в Ярославле прошла международная юридическая конференция. Учащиеся в вузах России и Казахстана обсуждали важные вопросы правового характера на базе ЯРГУ. Здесь представили 150 докладов в 17 секциях. Работали в смешанном режиме. Были и студенты, которые выступали онлайн. Игорь Шевченко вспомнил свое юридическое прошлое. Путь в науку – юриспруденция. Участники этой конференции – как опытные магистры, так и первокурсники. Всего около 500 человек. Во время доклада все как на настоящем судебном процессе. От выступающего требуется ясная правовая позиция, четкие аргументы и прямые доказательства своей правоты. Я дал определение социальному отцовству, рассмотрел, как урегулировано социальное отцовство в Российской Федерации. И в каких моментах мы можем эту позицию улучшить. Пытался предложить, какие мы можем включить нормы, касаемо общения, например, с ребенком. Или подачи искового заявления в суд, чтобы эта связь была установлена. В среднем спикеру дается 10 минут. Но если есть что сказать, можно задержаться и подольше. После монолога обязательные прения и разбор полетов. Подобные конференции двигают юридическую науку большими шагами вперед. Новый взгляд молодых специалистов способен освежить устоявшиеся правила и законы. Кроме того, каждый молодой юрист получает хорошую возможность попрактиковаться в публичных выступлениях и доказывании своей правовой позиции. Актуальные вопросы устройства и охраны труда, способы борьбы с современным интернет-мошенничеством и даже проблемы служебных собак. Эти и многие другие не менее интересные вопросы пытались поднять студенты. Чтобы высказаться смог каждый, ребят разделили по разным направлениям. Это секции блока цивилистика, гражданский процесс, уголовное право, криминология. Очень активный интерес наших слушателей в этом году вызвала секция криминалистики. На нее более 100 участников заявилось. Также секции по новым отраслям права. Это цифровое право. Секции по трудовому, финансовому праву, семейному праву. И, конечно же, теории истории государства и права. Мы ставим задачи разобраться в каких-то вопросах, выработать их решения, пусть и, как бы так сказать, при первом приближении обогатить доктрину. Не забыл свои юридические корни и приехал на конференцию мэр Ярославля Артем Молчанов. Мы поддерживаем университет, мы поддерживаем его в этом направлении. Мы считаем, что наша Ярославская научная школа занимает достойное место. Это наша гордость. И, конечно, нужно развивать дальше вот такие направления работы. В каждой секции выберут финалистов. Все участники получат памятные подарки и грамоты. Три самых лучших доклада опубликуют в сборнике научных статей. Игорь Шевченко, Олег Вольский. Главные телевизионные новости. В Ярославле состоялся фестиваль патриотической песни. В Большом зале концертно-зрелищного центра выступили талантливые исполнители академического эстрадного вокала. Возраст от 18 до 35. Участники приехали из Москвы, Севастополя, Чебоксарка, Страмы, Майкопа и других городов. Эх, путь дорожка, звени, моя гармошка, взгляни, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, Все заговорят наперебой. Вероника Сыромля молодая, но уже профессиональная певица из Севастополя. Музыкой начала заниматься рано. В 9 увлеклась вокалом. Поет народные песни и считает музыку неотъемлемой частью своей жизни. У нас будет совместный номер, называется он «Из чего начинается родина», очень душевный. Мы когда его репетировали, у меня прям мурашки были по всему телу. И я думаю, что зрителям тоже очень понравится, хочется донести вот этот смысл, смысл песни, душевности ее. Кто-то приехал не один, а в составе целого коллектива. Мы это говорим в песнях о любви к своей родине. Я думаю, что человек должен знать свою историю, потому что человек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Я вот так думаю. Милый веками непонятно, Чужеземный мудрецак. В этот раз зрителям удалось послушать не только известные песни, но и познакомиться с произведениями, набирающими популярность. В «Миллениум» приходили семьями, группами друзей и даже боевых товарищей. Для каждого патриотизм что-то свое, особенное. Патриотизм, она вдохновляет на подвиги, вдохновляет на мужество. Она дает веру. Вот что такое патриот. Отсюда и слово-то патриотизм. Мне кажется, что это очень важно непосредственно для молодого какого-то населения, детей и для взрослых точно так же. Но любовь какая-то к родине базисная, она, мне кажется, должна быть в принципе у всех. Ведущим гала-концертом стал российский певец, автор песен, актер, а также победитель конкурса «Народный артист» Алексей Гоман. Патриотическая песня – песня о родине. У нас, слава богу, родина большая. Здесь много о чем можно спеть. И она нужна. Обязательно. Это как отдельный жанр. Должен присутствовать, как и все остальное. На Ярославле история патриотической песни не заканчивается. Аналогичные концерты пройдут в Великом Новгороде и Тихвине. Илья Барабанов, Игорь Шевченко, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Весенний блюз в духовом варианте. В концертном зале имени Собинова состоялся необычный концерт. Музыканты Ярославского муниципального оркестра подарили любителям джаза свое исполнение известных и любимых мелодий. Как признались артисты, они и раньше играли эту музыку, но большую программу, целиком состоящую из джаза, показывают практически впервые. В этом году музыканты Ярославского муниципального духового оркестра четыре раза выступали на сцене концертного зала имени Собинова, показывая разные ипостаси коллектива. Сезон завершили красиво, весенним блюзом. Популярные джазовые стандарты в исполнении духовиков, которых ярославцы привыкли видеть в другом амплуа, собрали аншлаговый зал. Современные тенденции в развитии духовых оркестров ведут артистов с улицы на сцену. Стремление играть разную музыку сподвигло ярославский коллектив сделать именно джазовую программу. Даже по посадке оркестра видно, что мы показываем возможности нашего оркестра для исполнения музыки составом биг-бэнд. У нас все группы практически есть. И в содержании программы мы включили именно те произведения, которые первоначально написаны для биг-бэнда. Мы сделали хорошие переложения. Сотрудничество Ярославского духового сообщества и Ярославской филармонии самым благотворным образом отражается на духовой музыке. Одна из стратегических задач филармонии – поддержка исполнительства на духовых инструментах. Этот сезон и этот концерт блестяще доказали, что от содружества выигрывают все, особенно слушатели. Концерт не только подводит итог вот этому сезонному сотрудничеству, но и является как бы прологом для продолжения, который последует на фестивале Башмета, концертом знаменитого квартета Боливарианского оркестра из Венесуэлы и квинтета саксофонов из Кубы. Ярославскому муниципальному духовому оркестру в этом году 26. Вначале региональное сообщество профессиональных духовых оркестров объединяло всего с десяток коллективов. Сейчас это мощное образование. Перед ним стоит серьезная задача – работа с молодежью, привлечение молодых музыкантов в свои сплоченные ряды. Духовой инструмент – это живой, это как голос человека. То есть вот мы разговариваем, мы же дышим, как бы наши голосовые связки работают. Также работают и вот, соответственно, там трости, или язычки, или губы духовых инструментов. Это самый приближенный к человеческому голосу инструмент – это духовой инструмент. Музыканты в шутку называют себя духовенством. Именно духовая музыка часто становится первой ступенькой для восхождения к высокому искусству, потому что ей подвластны и марши, и вальсы, и классика, и джаз. Илья Барабанов, Марина Смарагдова, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. Жители Рыбинска просят о помощи не себе птице. В Карякинском парке одному из двух лебедей срочно нужен ветеринар. Кадрами в соцсетях поделилась местная жительница. Она замечает, что мало любоваться горделивыми птицами, за ними нужно и ухаживать. Пользователи пост поддержали и обратились к властям Рыбинска, а также начали поиски ветврача и собираются открыть сбор средств на лечение. В Ярославле сегодня состоялся ежегодный фестиваль северной ходьбы «Шагаем к долголетию». Место старта – юбилейный парк. Скандинавская ходьба продолжает набирать популярность среди пожилых, а не только мой коллега Владислав Саражук выяснил почему. К фестивалю «Шагаем к долголетию» присоединились пожилые люди со всех районов Ярославля. Об его открытии торжественно объявили с главной сцены юбилейного парка. Это праздник здоровья, праздник общения, праздник движения. Поэтому движение – это жизнь. Поэтому мы всегда активно участвуем. Вот вы видите, это команда наша Кировского района. На соревнованиях заявлены четыре возрастные группы, начиная от 55 лет и старше. Помимо пенсионеров, пройтись по-скандинавски вызвались и те, кто помоложе. К нашему присутствию здесь очень удивляются люди преклонного возраста. Подходят, тоже спрашивают, вы давно этим занимаетесь? Как давно? Мы никогда не видели молодых людей на таких мероприятиях. Более 150 участников двинулись по маршруту вокруг парка. Для студентов дистанция в 1,2 км может показаться очень скромной, но не для людей элегантного возраста. Скандинавская ходьба представляет собой сочетание фитнеса и спортивной ходьбы. Для этого используется специальный инвентарь. Вот такие вот палки, напоминающие лыжные. Но есть одно исключение – это их наконечник. Он не заостренный. Скандинавская ходьба, как вид физической активности, считается одним из самых доступных, так как не требует много затрат и не ограничен временем года. Это популяризация северной ходьбы, привлечение людей к систематическим занятиям физической культуры и спорта, ну и, соответственно, пропаганда здорового образа жизни. Большинство участников уже давно на пенсии считают северную ходьбу хорошим активным времяпрепровождением. Среди ярославцев есть даже те, кто ездит на соревнования в другие города. Владислав Старожук, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. Пришло время спорта в главных телевизионных новостях. В нем хоккей и шашки. К весне готовы? Шок готов! Встречайте новый весенний ассортимент одежды и обуви, пошокирующий низким ценам. Шок. ТЦ Яркий. Второй этаж. Ярославский локомотив начал битву за кубок Гагарина. В первом матче финала железнодорожники потерпели поражение от магнитогорского металлурга. Счет в гостевом матче 1-2. В нашей команде заброшенной шайбой отметился нападающий Максим Березкин. Счет в серии 0-1. Следующая встреча для подопечных Игоря Никитина пройдет в субботу в Магнитогорске. Получилась хорошая и результативная игра. Надо уделить внимание больше обороне. Так, на послематчевой пресс-конференции старт финальной серии Кубка Харламова прокомментировал главный тренер ЛОКО Олег Таубер. Ярославские железнодорожники выиграли у петербургского СКА 19-46 со счетом 6-3. Ярослав Лобуткин мощным броском реализовал первую шайбу в ворот соперника. Петербуржцы смогли сравнять цифры на табло, но следом Илья Роговский забил. В составе ЛОКО также отличились Дмитрий Ябелов, два Максима, Коростелев и Мальцев, Егор Сурин. Сейчас команда Таубера ведет в серии 1-0. Следующая встреча в пятницу в Ярославле. Эмоций немного не хватало. Вроде бы игра финала, да, кубок стоит, но выходишь по эмоциям, как будто матч регулярки. То есть ответственность есть, а эмоций таких, как с Чайкой, не хватает. Думаю, после такой победы они как раз нарастут и в следующей игре будет еще лучше. Это задание на игру. Играть агрессивно. Просто иногда не всегда получается, иногда соперники позволяют. Иногда где-то ребята молодые, ведя в счете, чуть теряют концентрацию. Ярославский шашист Иван Смурков завоевал пять медалей. Он показал отличный результат на чемпионате и первенстве России по русским шашкам среди слабовидящих. Проходило все в Костроме. В тяжелейшей борьбе Иван поднялся на первую ступень пьедестала в классической программе и блице чемпионата. А на первенстве в копилке нашего гроссмейстера три золота. Ярославец на турнире оказался непобежденным за всю историю своего участия. Уже в мае Смурков в составе сборной страны выступит на чемпионате мира в Турции. И мы ему желаем исключительно победы. Пришло время рубрики «Ярославская история». Сегодня в ней последняя серия, посвященная храму Ильи Пророка. В 2018 году поновили кресты. Их сняли в сентябре и отправили реставраторам. Нужно было снять ржавчину, зашпаклевать, по идеально ровной поверхности начать золочение. Любопытно, что родные, как говорят кресты, оказались в лучшем состоянии, чем сделанные в 50-х годах прошлого века. Вероятно, приглашались первоклассные мастера. Технология очень сложная. Тут и литой металл, и прорезной с орнаментом. После чьи на освещение кресты вернулись на главки. Внутри храма годом раньше, в 2017-м, был отреставрирован главный портал. Проведена большая научная работа. Это такая картина жизни, представление об этом жизни. И вот чем больше ты этим занимаешься, тем больше кажется, что ты узнаешь просто лучше этих людей. Это, конечно, большая иллюзия. Но, тем не менее, я думаю, что это такой вот путь познания прошлого, не просто искусства как такового, а вообще жизни и человека того времени. В 1989 году главный престол храма Ильи Пророка был вновь освящен. И в летнее время здесь проводятся богослужения. Музей же работает с мая по октябрь. Ограда церкви – своеобразный индикатор для фотографий, поскольку она появилась только в 1896 году. Теперь можно определить возраст снимка. Если нет ограждения, значит фото более раннее. Рисунок для ограды церкви выполнил академик Императорской академии художеств Андрей Михайлович Павлинов. Архитектор, археолог, реставратор, историк русской архитектуры, хранитель оружейной палаты. Кованные узоры гармонично опираются на каменное основание. Столбики украшены изразцами с фигурками фантастических животных. Фантастические звери и на фасаде. Они, что называется, родные, из белого камня. Уморительные львиные морды. Мастера никогда не видели экзотических зверей, потому и творили свободно. Когда в 1778 году Ярославль получил план регулярной планировки, то именно храм Ильи Пророка стал центром радиально-кольцевой застройки. А рядом расположилась Ильинская площадь, ныне Советская. На ней проходят все главные праздники Ярославля. Грандиозный юбилейный концерт Виктора Королева. Праздник песен, спетых сердцем и душой великого маэстро. 30 апреля. Казы Ци Миллениум. Ну и сейчас к погоде переходим. О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, весь день будет облачным временами, возможны кратковременные дожди. Подробности далее. Акция в гипермаркете «Маяк». Гречневая крупа «Карачиха» 800 граммов 52,50. Майонез «Ряба» «Провансаль» 1000 граммов 132,50. Гипермаркет «Маяк». Московский проспект 120. Ночью в пятницу в Ярославле облачно, дождь, температура плюс 4 градуса, ветер восточный 6 метров в секунду. Влашность воздуха 86%. Атмосферное давление 747 миллиметров штутного столба. Протезы верхних и нижних конечностей. Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Ваш шаг к полноценной жизни. Телефон в Ярославле 66-33-59. Днем в пятницу в Ярославле облачно, осадки маловероятны. Температура плюс 19 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 740 миллиметров штутного столба. Профессиональная уборка помещений и территории мытье окон, химчистка мебели и матрасов. Ярославна Клининг 33-8191. Чистота залог вашего успеха и престижа. Требуются на постоянную работу уборщицы и дворники. Телефон 91-24-40. На этом моя часть завершена. С вами была Ольга Мородьева. До встречи в новых выпусках. Через мгновение в эфире фильм «Мосты округа». Мэдисон. В их сердцах вспыхивает сильное чувство, но на любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено лишь четыре дня. В главных ролях легенды. Клин Тиствуд и Мэрил Стрип. Приятного просмотра. Кто-то и поплачет. Много информации на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте об интересном и волнующем редакции. Телефоны 72-11-70, 72-11-80. Вы смотрели главные телевизионные новости. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание. Обязательно увидимся. Счастливо.